Заяц Еды бродят, да все не напрасно. Лес сухой стоит, трава пожелтела раньше времени. Цветы поникли, кусты пожухли. Солнце палит нещадно, никого не жалеет. Даже хорошего тенечка в лесу не то, да и то не найдешь. Звери сил совсем выбились в поисках еды. Однажды лиса погналась за зайцем. Заяц бежит, что есть сил. Аж душа в пятки ушла, а лиса не отстает. Заяц петляет по лесу, следы путает, а лиса за ним следом бежит. Выбился заяц из сил. Ну и все, думает, вот и смерть пришла. Лег на землю, уши прижал, дрожит, боится. Вдруг слышит, везде сущий сорока кричит на весь лес. Помогите, спасите! Нарастрил уши заяц. Что такое случилось, думаю. Лиса свой хвост распуршила, встала, как вкопанная. Подбежали лиса с зайцем к сороке. Что за шум? Почему кричишь? Тут и дни и ветер с чащей вышел и спрашивает. Почему кричишь, трикотунья? А под деревом, на которое сорока прилетела, лежал ежик отдыхал. Она его своим криком разбудила. Кто кричит с простонью недоумевает, еж? А сорока им в ответ. Беда, беда получилась. Что за беда? Спрашивает ее медведь, лиса, заяц. Да ежик, ни головы, ни ножек. Сорока им начала рассказывать. На острове, что посреди реки расположен, живут мальчики-зайчики. Десять малышей, десять крепышей. Нынче бод голодный, ни тебе грибочка, ни ягодки. Пропадут зайчатки, ребятки, без нашей помощи. Погибнут с голоду. Так, 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 сказал медведь. Что делать будем? Спрашивает он остальных. Еж сказал. Надо выручать малышей-крепышей. Все его идею поддержали. Пойду-ка домой. Где-то у меня в запасе три последних гриба было, сказал ежик. И у меня дома в погребе горсть ягод. Про запас оставалось, вспомнил медведь. Пойду морковку принесу, пропищал заяц. Лиса говорит. И у меня в подвале где-то вело капусты был. Надо оказать зайчикам помощь. Только как же нам попасть на остров, недоумевают. Придумал, закричал еж. Нужно сделать плод. Пошел медведь и принес бревна для плота. Заяц-кань принес для паруса. Лиса из своего подвала веревку принесла. А ежик доски навесла. И пошла работа. Все дружно смастерили плод. Да какой! Большой, ладный, да красивый. Погрузились на него свои нехитрые гостинцы. Столкнули плод в воду и поплыли зайчишек-мальчишек от голода спасать. Проплыли на плоту на остров. А зайчики голодные плачут. Отдали им все свои гостинцы-звери. Зайчики наелись. И запрыгали. Спасибо, спасибо, кричат. Пригласил их медведь. Заяц-лежда лиса к себе в гости. Голодное время переждать. Зайчики с радостью согласились. Плывет на плоту дружная компания. Только что делать? Где корм искать? Отдали все свои последние запасы провианта добрых зверей. Вдруг откуда ни возьмись сорока. Но как закричи. Эй, дружная компания, плывите за мной. Зачем, спрашивают звери. Плывите, говорю, отвечает сорока. Долго-долго грибла веслами дружной команды. Вдруг? Сорока говорит. Стоп, приплыли. Сошли звери с плота. И открылась их взор у поляна. Ягод на той поляне, видимо-невидимо. И поняли тогда звери. Кто отдает последнее, тот получает во сто крат больше. Продолжение следует... Теякзон. Продолжение следует... Продолжение следует...